Шестидневки в Трудовом кодексе не будет. Минтруд не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. Об этом глава ведомства Антон Котяков сообщил во время Петербургского международного экономического форума. Как известно, Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к министру с предложением вести шестидневную трудовую неделю. Увеличение рабочей недели поможет повысить прочность российской экономики в условиях современных вызовов. Но ведомство не поддержало такое предложение. Как вы думаете, почему такая инициатива бизнес-ассоциации предпринимательской не нашла поддержки правительства? Давайте вспомним, что буквально еще недавно мы обсуждали возможность и обсуждали инициативу о введении четырехдневной рабочей недели. И многие выступали за поддержание этой инициативы. И тогда тоже коллеги из министерства не поддержали, ровно как и сейчас. На мой взгляд, во-первых, наше трудовое законодательство и сейчас позволяет устанавливать гибкий график. То есть в связи с последними событиями, особенно в период ковида, пандемии, послепандемийный период, есть возможность, и многие компании это делают, устанавливают дистанционные способы работы, миксуют их с оффлайном. И вот этот как раз симбиоз позволяет установить гибкий график, фактически по желанию работодателя, для любого своего сотрудника. Если это, конечно, соответствует имеющимся технологиям, имеющимся бизнес-процессам на конкретном предприятии. Поэтому, в принципе, эта инициатива можно считать излишней. На мой взгляд, интересно другое, что по опросам Авито, если не ошибаюсь, более около 63% населения поддержали возможность увеличения нагрузки, при, естественно, условии, что эта нагрузка будет соответствующим образом оплачиваться, то есть стимулироваться, и будут происходить выплаты за вот такие переработки. Но опять-таки обращаю внимание, что и сейчас есть возможность привлекать по согласию работников и, соответственным образом, компенсировать их трудозатраты. Если и было бы такое решение уместно, то, что касается вредного производства, пришлось бы сдвигать различные компенсации за дополнительное время. Ну, во-первых, конечно же, ряд нормативных правовых актов потребует корректировки, но тут важно понимать, что помимо желания человека работать, есть физические, физиологические ограничения. Ну, все, в общем-то, живые люди, да, накапливается усталость, там, где накапливается усталость, возникает вероятность ошибок, и поэтому, когда речь идет о тех производствах, где есть опасные и вредные факторы, то, конечно же, важно, особенно важно уделять внимание на состояние самого человека, то есть и защищать человека как физическим образом, с помощью организационных мер, с помощью средств индивидуальной защиты, так и защищать его, создавать вот эту хорошую атмосферу. А если говорить о нашем телеграм-канале, то обязательно присоединяйтесь, если вы не подписались, то обязательно подписывайтесь, присоединяйтесь. Почему? Потому что в чатах, а чат на сегодняшний день разбит прям по конкретным рубрикам, он посвящен конкретно интересующим вас вопросам, чтобы вот не читать вот эту всю бесконечную ленту, бесконечные какие-то комментарии, вы будете погружаться вот непосредственно в те вопросы, в коих уже 10 разделов, которые интересуют вас вот в конкретный этот момент. Чаты модерируют профессионалы, эксперты, мы стараемся оперативно отвечать на возникающие вопросы, давать оперативные комментарии, так что включайтесь, присоединяйтесь, вместе и только вместе мы сформируем наше прекрасное будущее. Будьте вместе с нами. Труд, защита, безопасность.